всем привет сегодня мы будем готовить рыбную консерву в томатном соусе у меня здесь килька вот такая килька свежемороженая мы уже ее попробовали вернее я лишь такой не ел я сейчас ее разморожен и покажу как я ее буду чистить здесь примерно полкило половину я солила на прошлой неделе сделала как селедочку в рассоле и нам понадобится лук морковь томатная паста соль перец терка миска и банка у меня банк из-под огурцов я забыла сюда нужно добавить 2 столовые ложки растительного масла вот сейчас я все раскрою почищу покажу вам так я вам покажу как я ее чищу отрезаем голову прорезаем брюшко вынимаем внутренности все делать аккуратно ночи такая нежная рыбка вот так теперь ее нужно промыть под проточной водой хвостик вот этот отрезаю и теперь ее нужно так вот прям на весу вот так вот расплющить вот так вот расплющили и вот здесь хребет и вы его аккуратненько вынимаете ну вот понимаете вот до этого я все получалось идеально на камеру не знаю почему может у меня только у одной так получается не так лихо и здорово как без камеры ну в общем вы понимаете хребет и получается вот такая филешка в общем всю рыбу нужно почистить промыть расплющить вынуть хребет вот так так лук режем четвертинками не очень тонко нормально обычно какой для чего-нибудь там готовите вот так и морковь я уже начала мы просто у нас техническая какая-то ошибка мы не знаем сняли мы или нет второй раз показываю морковку трем на крупной тёпке в общем не знаем что у нас там получилось снялось не снялось видео здесь у меня для соуса 200 миллилитров воды 15 грамм сахара если сахар на дюкане положите стевию 10 грамм соли черный перец я положила где-то не полную чайную ложку чайную ложку красного сладкого перца и сюда мы добавим две-три ложки томатной пасты столовой так еще раз сюда мы добавим чайную ложку крахмала многие добавляют там столовую ложку муки я решила у нас все-таки чуть-чуть там по дюкану получается я добавлю кукурузный крахмал чайная ложка и томатная паста две-три ложки сейчас в граммах скажу раз мне заканчивается в этой коробке сейчас я сниму так 2 положила 3 размешиваем смотрим должен быть такой достаточно густой меня видите получается что томатная паста достаточно такая жидкая но вы не забывайте что крахмал он еще процессе готовки немножко загустеет ну вот 4 сейчас для ровного счета мы добавим сюда 80 грамм томатной пасты вот такой рассол у нас получился вы попробуйте он должен быть достаточно соленым потому что ничего больше не рыбу не овощи я солить не буду вот такой соус продолжаем значит у меня получилось рыбы вот здесь 350 грамм вместе с головой и внутренностями было полкило значит на дно банки укладываем овощи слоем ничего трамбовать не надо все укладывайте так легко еще забыла нужен лавровый лист на листика лаврушечки положу значит уложили овощи укладываете рыбу слоем овощи листик лаврушечки положим рыба вы знаете вы эту рыбку можете замариновать вот так вот все сделать как разобрать ее и замариновать у меня есть рецепт скумбрия маринованная лишь оставит под видео ссылку если вы вот так вот замаринуете трубку вы можете и прям уже там через час через два можете уже и наслаждаться опять овощи и рыба эта рыбка вы знаете она получится вот как из магазина рыба консерва вот мы здесь в общем то ну как есть консервы конечно но и листик лаврушечки положу верхний слой обязательно должен быть овощи все сейчас докладываю овощи это получается вы знаете как хорошая качественная рыбная консерва в томате вот так но у меня видите банка получилась неполная если у вас будет так до конца замечательно в общем вот так эта рыба вы знаете она будет вообще такая в общем-то ну диетическая девочки если вы положите вместо муки крахмал как я это сделала у вас будет вполне себе такая диетическая рыбка это не жареная ничего все достаточно все такое диетическое в общем все теперь заливаем соусом соус он видите так как мы ничего не трамбовали в общем то весь вот так вот проникает и у меня получилось почти до конца все залито соусом все вот она вот так теперь я накрою фольгой сделаю несколько надрезов чтоб пар выходил вот так и вы знаете я все-таки поставлю в керамическую форму вот в такую где в общем то все запекаю поставлю банку и эту банку девочки мы ставим холодную духовку включаем температуру 180 градусов и с момента когда погаснет лампочка то есть духовка нагреется до 180 отсчитываем время полтора часа вот знаете как поспешишь людей насмешиваешь сегодня что-то очень тороплюсь я забыла сюда нужно добавить две столовые ложки растительного масла крышечка снимем и добавим но это вы знаете вы это должны добавить в соус когда но думаю так тоже можно вот так две ложечки я добавила это достаточно и все теперь уже точно ставим холодную духовку и включаем нагрев 180 градусов кирпича прошло духовку просто выключаем и оставляем баночку до полного остывания духовку не открывать а зачем ты снимаешь это видео уже есть это видео салат с тунцом только знаете что под видео оставим ссылочку я еще в этот салат теперь добавляю авокадо очень вкусно это нет должен быть хорошего качества консервы из тунца рыба остыла такая тепленькая мы теперь выложим вот так вот на тарелочку и с поджаренным дарницким хлебушком который есть у меня рецепт на канале просто потрясающий такой перекус вы можете сделать и овсяные хлебцы тоже есть на канале рецепт но будем пробовать очень напоминает вот ту киричку стратегический запас в общем рекомендую всем желаю приятного аппетита пока и